Такого события в нашем городе не было почти 100 лет. В Тверь приехал чемпион мира, гроссмейстер Сергей Корякин. В эти выходные он провел сеанс одновременной игры с сильнейшими шахматистами в Верхнем Волжье. Мероприятие было приурочено к Международному дню шахмат, который отмечали 20 июля. Поединки закончились неожиданно. О том, как именно, расскажет Наталья Чекет. Столь масштабное событие в мире шахмат Тверской области было давно. Последний раз Тверь, тогда еще Калинин, спортсмен подобного уровня, посещал 86 лет назад. Тогда областную столицу посетил третий чемпион мира Хосе Рауль Капабланко из Кубы. В это воскресенье, уже в 2022 году, в Тверь впервые приехал заслуженный мастер спорта России Сергей Корякин. Он провел сеанс одновременной игры в шахматы с 20 лучшими спортсменами Верхневолжья. Очень интересное мероприятие, которое, я уверен, будет способствовать популяризации шахмат в Тверской области. В том числе, мы делаем большой упор среди молодежи Тверской области, потому что шахматы – это одно из самых интеллектуальных видов спорта, популярных во всем мире. Шахматы играют покорны всем возрастам. Самым старшим участником соревнований стал Анатолий Корнилов из Твери. Ему 91 год. Он международный мастер ФИДЭ, почетный президент Федерации шахмат Тверской области, судья двух чемпионатов мира. А самым юным был 9-летний Владислав Глазунов из Бежицка. Победить именитого гроссмейстера ему не удалось, однако эта игра, по словам мальчика, ему запомнится надолго. Е4, С6, и он сыграл Коньев 3. А я обычно готовлюсь к Д4, а потом Д5. Я сыграл Д5. Он побил, я побил. Потом мне удалось выиграть пешку. Ну, я думала, уже все, фигня потеряю. Нашел ладья Б8. Ну, потом фигуру зигнул. Местом проведения сеанса одновременной игры стал мультимедийный парк «Россия. Моя история» на набережной реки Лазури. Сергей Корякин уверенно переходил от доски к доске. Быстро оценивал позицию, делал свой ход и дальше двигался по кругу. Общий уровень соперников оцениваю высоко. Видно, что ребята занимаются, причем не первый год. Тут, конечно, очень сильно зависит от уровня соперников, потому что когда соперники сильные, и ты один против 20, ну, тебе надо просто... Я аж весь вспотел. Самое главное — это же общение, это чтобы все получили удовольствие какое-то и запомнили эту партию на будущее, чтобы она была таким трамплином в их дальнейшую шахматную жизнь. Сеанс игры завершился преимущественно в пользу гроссмейстера. Он выиграл большинство партий. Вырвать победу смог 16-летний Сергей Гухман, представляющий Тверскую спортивную детско-юношескую школу. Победитель считает, что немалую роль сыграло везение. Как-то так получилось, да. Наверное, это как-то везение, но все равно получилось как-то выиграть в дебюте, как тоже получилось. И потом получилось все поставить в эндшбиль, уже ближе к эндшбиль. Да, его партии смотрел дома, наблюдал за его партиями на соревнованиях на разных. Сильный соперник, он играл матч на первенстве мира, поэтому очень ценная победа. Еще одна партия завершилась ничьей. Ее автором стал Алексей Гешко, победитель областных соревнований по шахматам, которые прошли в предыдущие выходные в Твери.